Мир вам, дорогие телезрители! Вот и свершилось! Третий уникальный, грандиозный сезон телепередачи «Прометей» в рамках проекта «Лабиринты судьбы» на ведущем европейском телеканале «Новый мир» стартовал. И с вами я, телеведущий «Экстрасенс», автор и креативный продюсер «Прометей Любомир Богоявленский». «Прометей» – это передача о магии, эзотерике, оккультных науках, о мистике. И для тех телезрителей, кто видит меня впервые, я прошу моих помощников вывести видеосправку обо мне. Справка! Государственный университет имени Николая Гоголя, где учился 6 лет на дневном отделении факультета психологии. Также три года работал в Киеве психологом в государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми. По второму высшему образованию «Отличник» окончил в 2015 году Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова. По специальности учитель английского языка и мировой литературы. Участник русской битвы экстрасенсов-17. Эксперт ряда телевизионных проектов на украинских телеканалах. С 2021 года телеведущий «Экстрасенс» и автор эзоцикла программ «Прометей», которые выходят в рамках проекта «Лабиринты судьбы» на европейском телеканале «Новый мир». Любомир – поэт и писатель. Автор и соавтор более 18 книг, в число которых входят в сборники поэзии. Две пьесы, более 10 книг по магии и эзотерике. Автор научных статей по психологии и философии. Автор трех колод Таро. Гей Таро Чёрта, Таро Колдуна и Таро Вечности. Философ Аспирант. Аспирант – психолог. Любомир Богоявлинский пишет параллельно две кандидатские диссертации по философии и психологии. Сфера научных интересов – философская антропология, история психологии, патопсихология, проблема смерти и бессмертия личности. Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии – Прометель. Дорогие телезрители, тема первой серии. Прометель третьего сезона. 2022 год. Чёрный водяной тигр. В китайском гороскопе чёрный водяной тигр олицетворяет собой владыку зверей. Он – владыка природы. Поэтому этот год благоприятен для того, чтобы вы ставили ваши цели и их достигали. Вода, как первостихия жизни, говорит вам о том, что вы должны с одной стороны избегать в этом году конфликтных ситуаций и знать о том, что этот год также олицетворяет собой стихию любви. У тех, у кого не было второй половинки, особенно в этом году, благоприятна любовная магия. Чёрный водяной тигр несёт удачу, успех, развитие и, конечно же, достижение ваших целей. И вот не случайно, мои родные телезрители, именно в этом году стартовал этот грандиозный телепроект Прометель третьего сезона. Потому что он уникальнейший из уникальных. Именно в этом сезоне, в год Чёрного водяного тигра, каждый желающий экстрасенс, мастер, сможет стать телеведущим Прометея лабиринтов судьбы. Для этого необходимо, чтобы человек предъявил своё желание, пришёл ко мне на интервью, если его не было ещё в первых двоих сезонах. Также на платных основаниях он должен оплатить эфирное время 30 минут или час эфирного времени, и он сможет стать телеведущим. Где в этой передаче не будет сценария продуманных каких-то лжечудес, а здесь каждый мастер сможет вложить свою частичку души. Как автор Прометей, я выступаю в 2022 году также креативным продюсером этого проекта. Что это означает? Конечно же, это означает то, что я попытаюсь каждого эксперта, каждого телеведущего сделать мега-звездой. И говоря о звёздах, в этом сезоне у меня будет на колл-центре моя верная помощница, уникальный мастер, бабушка Веринея, которая сможет вам, как народная целительница экстрасенс, также помочь в разрешении ваших ситуаций. Она также профессор психологии и дипломированный психолог. И я хочу попросить моих помощников вывести видео о мастере Веринея, чтобы телезрители могли увидеть воочию этого дивного, уникального эксперта. Субтитры подогнал «Симон»! Икона Пресвятой Богородицы с красной лентой – это духовный символ культуры казаков Украины. Веринея – это не просто красивая, уникальная женщина. Это сильнейший экстрасенс. Она уникальна также тем, что она моя коллега. Я дипломированный магист психологии, а мастер Веринея – заведующая кафедрой. Она работала заведующей кафедрой психологии в Москве. Также она профессор психологии, который практикует и считает в себе умения эзотерические и также психологические. Каждый мастер, который будет приходить в эту передачу, несет сам за себя ответственность. В этой передаче «Прометей» в третьем сезоне вы услышите совершенно разные точки зрения. На магию, на психологию, на альтернативную духовность. Потому что, дорогие телезрители, «Прометей» – это островок свободы, духовности, величайшего творчества и диалога разных мастеров, у которых разные школы, традиции. И вы сможете обрести философское знание в этой передаче. И вот, дорогие телезрители, как я уже слышу, нам пришло видеопослание от бабушки Веринеи. И я прошу моих помощников показать это видеопослание мастера Веринеи. Всем привет! Вас приветствует Ваша Веринея! Я хочу поздравить вас с Новым Годом! Пожелать здоровья, терпения и счастья в земной и прочих жизнях. О прочих жизнях мы будем говорить с вами на терминах. А сегодня я хочу сказать, что год будет уникальным. Число вибраций года – шесть. А в народе это называлось «Коромы-сло». Что замыслил, то и сбудется. Ну, а чтобы все было так, как вы хотите, нужно благодарить родителей, судьбу, любого мира за то, что он этот уникальный проект создал, всю техническую группу и канал «Новый мир», который на весь белый свет рассказывает о таких прекрасных мастерах, которые будут участвовать в нашей программе. Дорогие телезрители! В нашем колл-центре уникальная эзотерическая практика, уникальные мастерские техники меня, мастера Любомира, мои помощницы, бабушки Веренеи, помогут разрешить ваши самые тяжелые ситуации. Пожалуйста, прямо сейчас, звоните со всех стран мира к нам в прямой эфир. Германия и страны Евросоюза. Плюс 49, 211, 946, 241, 51. Российская Федерация. Плюс 7, 499, 677, 17, 93. Украина. Плюс 38, 094, 711, 41, 13. Израиль. Плюс 972, 256, 09, 399. Соединенные Штаты Америки. Плюс 1, 917, 475, 08, 39. Дорогие телезрители, вы можете обратиться ко мне по любым волнующим вас вопросам. Это тема отношений, любви. Естественно, я торолог и работаю со своими авторскими колодами Гей Таро Чёрта, Таро Колдуна, Таро Вечности. Любые вопросы, которые вас волнуют, вы можете задать мне в прямом эфире, либо задать на термине. Я помогу избавиться вам от самых тяжелых порч, родовых проклятий, черной полосы невезения, неблагополучия. Если у ваших деток есть проблемы, и я, естественно, тоже могу проконсультировать, но я работаю в основном с совершеннолетними от 18 лет. А вот бабушка Веринея, как возрастной психолог, я думаю, может и от 16 лет помочь вашим деточкам, потому что для родителей дети всегда главные, важные и актуальные. В любом возрасте вы это знаете, мои дорогие. И я хочу, чтобы эта передача принесла вам новые знания, новые техники, новые практики, где ко мне придут сильнейшие и сильных звезды эзотерики, талантливейшие родовые мастера, талантливейшие самородки, которые помогут вам в вашей жизни. А я слышу, у меня звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой мастер Любомир. Вам звонит Екатерина. Катя, это вы, я узнал вас, солнышко. Приветствую. Да, я вас хочу поблагодарить от всей души. Вы знаете, я благодарна Богу, что я встретила вас в 2020 году, это было. Да, это так. И вы знаете, благодаря тому, что я увидела вашу передачу у Прометеи первого сезона, я поняла, что вы, Любомир, сильнейший экстрасенс. И спасибо вам, мастер, потому что реально помогаете людям. Вы знаете, после ваших обрядов я вышла замуж. И слава Богу, мы живем с мужем и благодарим вас и судьбу за то, что вы Любомир сотворили такое реальное чудо. А я молюсь за вас, вы знаете, за вашего мужа каждую фактически ночь, чтобы вас... Вы знаете, вы создали нашу семью. Вы несущий Любовь и свет высших сил в этот жестокий и такой циничный мир. Вы спасаете людей, вы не представляете себе. И ваша... Вот эта энергия и интеллект это какой-то загадочный феномен. И это еще будут изучать, я думаю. Еще тысячелетиями. Вы знаете, спасибо вам. Спасибо вам огромное. Вы такой мастер с большой буквы просто. Перед вами я обращалась к множеству магов и гадалок, экстрасенсов, но только вы реально явились таким сильнейшим экстрасенсом, который помогает людям и дарит не просто надежду, а реальное счастье. Любомир, вы знаете, благодаря вашей работе я стала счастливой женой. Спасибо вам огромное. Еще хочу у вас попросить карту года на 2002 год. Катя, вы знаете, я вас слушаю и вот спасибо большое за вашу искренность. Но вы знаете, я всего лишь навсего проводник воли высших сил. И то, что по моей скромной молитве, по тем обрядам, мы очень с вами помните, мы работали много месяцев на этот результат и как было тяжело все это читать и сделать. И вы знаете, я молюсь за вас вот каждую ночь, когда за своих клиентов я вспоминаю их молитвы. Я прошу и за вас, и за вашего мужа, чтобы ваша семья только укреплялась, чтобы у вас было и благополучие, и мир, и счастье в вашей семье. Но я тоже грешный человек, и я всего лишь несу свое послушание, свою миссию по судьбе помогать людям. И никогда, помните, вам и другим не дают гарантию 100%, но я всем, чем могу, помогаю на максимум. И давайте мы посмотрим вашу сейчас карту года, Катечка. Давайте посмотрим. Итак, назовите, пожалуйста, мне любое число, которое придет вам на ум от 1 до 99. Мое любимое число 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Это ваша карта года. Ну, смотрите, очень непростой аркан. Он говорит вам о том, что в этом году нужно максимально обратить внимание на свое здоровье и здоровье близких людей. вы должны обязательно, скажем так, следовать рекомендациям врачей, связанным с борьбой с пандемией от коронавируса. Вы должны проходить определенную, также еще, защитную практику у меня для того, чтобы укрепить и усилить ваше здоровье. Нужно его беречь. Вот в целом этот аркан предвещает вам то, что вы сможете в этом году быть и здоровой, и счастливой благодаря воле высших сил. Ну, и давайте я вам кратко взгляну советы на этот год по месяцам. Но только мы договоримся, я просмотрю вам буквально 3-4 месяца, а после этого уже на термин ко мне обратитесь, я там проработаю с вами минут 40, мы просмотрим все месяцы Советы от высших сил, потом и карту месяца уже на январь, это будет работа в терминном режиме. Договорились? Да. Отлично. И смотрим. Итак, январь месяц 2022 года, а у нас выпадает Чернобог. Чернобог, ну, это карта, которая вам говорит о том, что ваши бизнес-идеи, связанные вот с теми, ну, мы не будем сейчас озвучивать мыслями, что у вас возникали с бизнесом, вот смотрите, в этом месяце нужно взять маленькую паузу, нужно еще просмотреть ваш бизнес-проект и уже со следующего месяца приступать к очень решительным действиям. Чернобог, он предвещает вам в этом месяце час мистики. Мистика может случаться, вот какие-то вещи, сны можете особенно видеть в этом месяце. Очень хорошо может срабатывать, скажем так, программа магическая на очень удачный этот год и мы можем это провести сами на термине. Давайте посмотрим, солнышко мое, на следующий, на февраль месяц. О, а вот февраль у вас выпадает самый счастливый. Король удачи, король успеха, ну, вы будете с вашим мужем, я вам прямо скажу, отдыхать, по всей видимости, либо Египет, либо какая-то страна и даже карантинные ограничения, не помешают. Может, это будет Турция, не могу сказать. Это отдых. Какой-то подарочек вам будет от вашего мужа и вас будет радовать февраль месяц благополучием и исполнением заветных желаний. Светлая полоса выпадает вам на февраль. И давайте посмотрим март месяц 2022 года, солнышко. О, а у нас у марта сам золотовник дух выпадает. Эта карта предвещает вам большой заработок в марте месяце. Вот в плане бизнеса начинайте в марте месяце открывать ваш магазин, заниматься вот вашим этим делом вас ожидает очень большое денежное вознаграждение и март месяц принесет вам сундук денег, как говорит этот аркан. то есть любые ваши вложения материальные будет вам вести, будет пополнение, даже возможно кто-то вам подарит денег, потому что сама энергия марта месяца будет благоприятная вам в финансах. Солнышко мое, смотрите, Катенька, давайте уже на индивидуальном термине встретимся на днях, мои помощники запишут вас, у нас мало здесь времени, я вас поздравляю с новым 2022 годом, я желаю вам и вашему мужу здоровья, счастья, благополучия, знайте, я молитвенно с вами движемся вперед в новый день к счастью, радости и процветания, будьте благословенны, с любовью и уважением ваш мастер Любомир Богоявленский. Ой, спасибо вам большое, Любомир, спасибо огромное, я вас благодарю, желаю вам всего самого хорошего в этом году. Удачи, удачи, солнышко. Дорогие телезрители, а вы уже знаете вашу карту года 2022 года, а вы заказывали себе, мои милые телезрители, прогноз на каждый месяц, вот как я Катеньке просматривал, если нет, то спешите прямо сейчас, заказывайте, звоните сюда, прямой эфир, и я посмотрю вашу карту года, ведь по март месяц, весь март еще можем просматривать вашу карту, ключевую на весь 2022 год, карта года, она говорит вам какую-то ключевую информацию, волю высших сил, как в этом 2022 году быть максимально счастливыми в этой жизни, мои родные, вы знаете, я слышал, вот позвонила Катенька, я никому не даю гарантию 100%, понимаете, родные, но насколько мне приятно, когда Прометей, лабиринты судьбы, на телеканале Новый мир, за вот эти два года, уже было два сезона, помогает реально людям изменить их судьбу, помочь им обрести вторую половинку, тысячи ритуалов, магических и психологических практик и техник мне, мастеру Любомиру известны, и я проведу все самое проверенное временем, все качественное, самое лучшее из лучших, чтобы вы обрели реальный результат, чтобы в этой жизни вы были счастливы, мои родные телезрители, поэтому звоните прямо сейчас Германия и страны Европейского Союза плюс 49 211 946 241 51 Россия плюс 7 499 677 17 93 Украина плюс 38 0 94 711 41 13 Израиль плюс 972 256 09 399 Соединенные Штаты Америки плюс 1 917 475 475 0 8 39 Мои родные, я ваш мастер, Любомир Богоявленский с вами, а также моя помощница, бабушка Веринея, также вас проконсультирует, наша ясновидящая, и придут самые потрясающие экстрасенсы к нам, они войдут в этот эфир, Естественно, я не могу ни за кого нести ответственность, помогут вам, не помогут, люди заплатили за эфирное время, у них нет проблем с законом, они законопослушные граждане, опытные эзотерики, уже интервью в них взял, вы видели в первом, втором сезоне, либо в этом увидите, кто новый придет, и мы их сюда допускаем, они ведут свои практики, свои техники родные, чтобы вам помогать, ну а я хочу, чтобы это 2022 год, был для вас самым прекрасным, это ж год любви, это год благополучия, родные мои, и нужно работать, не откладая времени, итак, время мое потихоньку приходит к концу, на этой серии, и я хочу пригласить прямо сейчас, в студию, величайшую звезду эзотерики, без преувеличения, великого мастера, киевскую ведьму, финалистку битвы экстрасенсов, Ольгу Волошину, Олечка, привет, мое милое, родное солнышко, телезрители, смотрите, и я, понимаете, такой счастлив, наша телеведущая, первой серии, Оля Волошина, уже здесь, Ольга будет 30 минут, вести, как телеведущая, как наша звезда эзотерики, как наша, уникальная, киевская ведьма, профессионал, эзотерик, она будет вести у нас 30 минут Прометей, Оля наша звезда Прометея, и я хочу, чтобы вы звонили к Оле, она будет говорить номер, записывались на термины, Ольга провереннейший мастер, вновь же ни за кого не могу какие-то гарантии давать, но я хочу, чтобы вы увидели лично ее уникальнейшее мастерство, ее уникальнейшую силу, Олечка, я счастье, для меня честь, что ты моя первая телеведущая, как креативный продюсер, как автор Прометей, но для меня это счастье, ты понимаешь, и я хочу, чтобы это счастье ощутили телезрители Прометея, чтобы они к тебе звонили, чтобы они услышали твое слово ведьмы, твою мудрость, твои знания, удачи тебе и процветания, и надеюсь, мы увидимся и во второй серии, и в грядущих сериях Прометей, я выхожу, дорогие телезрители, вам успеха, с новым 2022 годом, и до скорых встреч, удачи и благословения, дорогая Оля. Да, удачи. Здравствуйте, дорогие телезрители, хочу поздравить вас с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, пожелать вам всяческих благ, очень хороших дней, всяческих побед, здоровья, счастья, богатства. Вот в новом 2022 году. Сам год обещает быть не очень простым. Да. Сейчас выведут на экран справку обо мне. Покажите, пожалуйста. Справка. Ольга Волошина, чернокнижница, черная ведьма, демонолог, сильнейший мастер чернокнижных порч и магии возмездия, финалистка украинской битвы экстрасенсов-16, эксперт телепроекта следствия ведут экстрасенсы, участница проекта вид пацанки до понянки. В своей практике работает с кладбищем и практикует соборное колдовство, выступает экспертом на многих украинских телеканалах. Итак, у кого есть какие-то вопросы, звоните в прямой эфир. Я по моему телефону плюс 38, 0,68, 0,39, 39, 61. У кого есть какие-то вопросы, я отвечу как в прямом эфире, так и после. Я в целом провожу работы с ясновидением, с картами, с Таро, со свечами. То есть прием не состоит только из расклада. Стараюсь выявить все ваши какие-то непонятные моменты и еще без причины какой-то, почему происходит то или иное событие в его жизни от меня никто не ушел. Также немного хотела сегодня рассказать вам про отношения с точки зрения магии. Многие боятся заказывать работы, думая, что это причинит им какой-то вред. На самом деле никакого вреда быть не может. Ни с точки зрения религии, ни с точки зрения какой-то будущей кармы вы ничего не зарабатываете. Во-первых, потому что работу провожу я для вас, как бы вы являетесь заказчиком этой работы и собственно вы ничего и не делаете. То есть я не не делаю, как делают некоторые мастера, посылают 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 клиентов своих на кладбище. То есть это я считаю недопустимо. То есть клиент если приходит, ему надо ответить на все его вопросы, рассказать максимальное количество фактов о его жизни, потому что как иначе выбирать себе мастера. А нужно послушать, что говорит человек. если он никуда не попадает, такое бывает, то лучше работу такого человека не заказывать. Обязательно он должен рассказать вам, хотя бы описать ваших родных, допустим, которые ушли и которых с вами нет. Описать вам какие-то ситуации из вашего прошлого, не будущего гипотетического, а прошлого. То, о чем вы знаете и то, что вы можете подтвердить. только в этом случае можно быть уверенным, что этот человек действительно видит. Потому что я встречала в моей практике был случай, когда женщина мне написала, я два часа с ней билась, доказывая, что нету нужды верить в кем-то сказанное родовое проклятие. Но к сожалению мне не удалось ей доказать, что слова эти просто слова. Очень многие услышав о каких-то проклятиях сразу начинают искать как их снять или что-то такое. Для начала было бы неплохо подтвердить вообще если этот негатив на вас или нет. Просто голословное утверждение о том, что на вас какая-то звонок в студию. Да. Вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Ольга, меня зовут Нина. Мне 59 лет. вот пожалуйста подскажите почему в моей жизни все пошло крахом? В чем причина? Ваши неприятности и черные волосы? Здравствуйте, Нина. Сейчас посмотрим. Что у вас такого случилось? я бы сказала, что ваша проблема связана с тем, что происходило в вашем роду. Это было в прошлом и в роду. В нынешнее время тех, вам вредит, чтобы это не порча, которая сделана недавно или что-то такое, нет, это какие-то родовые программы, которые следует посмотреть. Связаны также это и с отношениями, которые могут не клеиться. связано это тут у вас идет еще смотрю ваше прошлое. Здесь все было достаточно неплохо и как-то вот резко очень идет прямо как вот резко начинается эта полоса у вас, да, во-первых, вы остаетесь одна, то есть вас никто не поддерживает, ни друзья, ни знакомые, нету поддержки. Дальше идет много негатива, то есть это болезни, какие-то отсутствие естественных денег, каких-то развитий и моментов, но здесь проблема именно в родовом в родовом канале, то есть кто-то из вашей родни нужно искать, нужно, вы можете прийти, например, после, да, и сделать ритуал, записаться можно на консультацию по телефону, который вы видите на экране, и я проведу вам полную абсолютно диагностику с тем, что мы достанем всех ваших предков, посмотрим, кто что делал, из-за чего у вас такие сейчас неприятности, и как это устранить. В первую очередь, у меня вам да, если хотите, запишитесь по номеру телефона плюс 38 068 039 39 61 на консультацию, и мы с вами все это выясним и все узнаем. Записала, хорошо. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Люди могут обращаться с абсолютно разными запросами. На самом деле решаются не только отношения, не только вопросы финансового характера, не только негатив. Решается очень много разных вопросов. Это и подписание документов, и ведение бизнеса, и иногда лечение. Я не буду, это скорее такая помощь более магического характера, но очищение очень важная вещь, ей не стоит пренебрегать, потому что даже бытовой негатив может вносить серьезные неполадки в вашу жизнь и в ваше здоровье. Поэтому диагностика и консультация это тот способ, который позволит вам убедиться в том, что у вас этого точно нет. Сейчас в наше время, когда такое безумное количество людей владеет доступом к тайным каким-то знаниям, каждый второй бегает на кладбище что-то закапывать, что-то там делать, то действительно это опасно. Если вы еще успешны, если у вас красивая внешность, если у вас хорошо идут дела, то люди завидуют и пытаются это у вас отобрать. Я это знаю хорошо по своей практике, по своей жизни, потому что я как публичный человек постоянно на виду и мне постоянно приходится сталкиваться с тем, что меня пытаются что-то отобрать или что-то украсть. Поэтому если у вас начались какие-то неприятности, вполне возможно, что это не просто так, это не совпадение и стоит более глубоко изучить этот вопрос. Я могу помочь в этом. Кто захочет, пожалуйста, звоните по моему рабочему телефону, который вы видите на экране, и мой помощник или помощница вас запишет на консультацию. Также я провожу практические работы, то есть это не только диагностика, а также исправление того, что необходимо. Если у вас есть какие-то проблемы, которые нуждаются в коррекции, никогда не позволю себе навязывать человеку то, что ему не нужно. Если ничего нет, значит ничего нет. Если есть, то это будет вам расписано обязательно, будут добыты какие-то факты по-максимальному. У меня долго проходит консультация, около полутора часов, я успеваю достать много всяких фактов о вашей жизни, либо о жизни тех людей, которых вы знали, возможно, которых уже нет. Описать их вам у нас звонок в студию. Алло. Алло. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я так рада вас видеть, я за вас болела, вот видела вас в битве экстрасенсов. Спасибо большое. У меня вопрос есть. Да, я слушаю. Вот, есть ли негатив на мне или на моем муже, потому что у нас сейчас очень трудный период, ругаемся, в общем, все дело к разводу идет. Сейчас, одну секундочку, есть ли на вас негатив? Так. Вы знаете, я бы сказала, что как такового прямого негатива нет, но есть ситуация, в которой вы не хотите принимать вообще вот как есть у вас сейчас, вы не хотите принимать эту ситуацию, вы хотите, чтобы она поменялась и было новое начало, поскольку вот так она уже идет на грани, совсем-совсем на грани. Вот, здесь, как видите, карта дьявола. чтобы у вас шло как положено, все-таки небольшая коррекция вам понадобится, то есть это нету такого, не могу сказать, что на вас есть порча, это не так, но идет в кривь и в кось. То есть если вам нужна помощь, чтобы все закончилось хорошо, да, и вы не остались с разбитым сердцем и не было развода, то я вам советую обратиться за помощью все же, потому что да, вы можете записаться ко мне на обряды, на ритуалы, то есть я провожу их лично, как хотите, то есть это в принципе не играет роли, да, то есть можно сейчас записаться к вам, конечно, можно записаться, да. Спасибо большое, я сейчас запишусь тогда к вам. Да, я вам помогу, все сделай, вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Хорошо, спасибо. До свидания. Вот, мы продолжаем, и давайте еще раз поговорим про создание отношений, да, если вы умны, если вы успешны, я сейчас имею в виду женщин, и все постоянно одиноки, то есть, а если кто-то попадается, то совершенно не тот, кто хочется. Помогу вам найти тех мужчин, которые достойны вас, и которые будут вашими спутниками. То есть, это не обязательно, скажем так, испорченные отношения, да, восстанавливать, можно сделать обряды на замужество, можно сделать обряды, есть очень много старинных обрядов, интересных. кто не знает, матерные слова, это были сакральные слова раньше, и когда дочка долго не могла выйти замуж, то мать выводила ее за порог ночью, брала такое маленькое полотенечко, била по попе и приговаривала иди, на, вот, и девушка выходила замуж, это было обрядовое действие, так что некоторые слова, которые некоторые используют и веют, магическое действие так же, а вот, что еще хочу сказать, как работает приворот, он ложится на вторую, на четвертую чакры, тем полным, полностью имитируя сексуальную и эмоциональную зависимость человека, да, это, это как чувство, это как любовь, просто она вызвана не каким-то поветрием, а просто магическими ритуалами, это однозначная стопроцентная гарантированная работа, не беру такие работы, где есть какие-то сомнения, если есть сомнения, то я скорее такую работу не возьму, вот, впрочем, у кого есть вопросы, приходите на консультацию, будем разбираться, все случаи индивидуальны, все случаи очень уникальны, и полностью вся работа составляется под человека, под клиента, что касается, приглашаю всех, кто хочет, слышит и видит, приходите, задавайте любые вопросы, которые вас волнуют, я постараюсь ответить вам как можно более полно, звоните в студию, или звоните мне на рабочий номер, который вы видите на экране, плюс 38, 068, 039, 3961, и записывайтесь на консультацию, я практикую, я практикую в основном светлую магию, независимо от того, что показывали на битве, после нее прошло уже больше, чем 5 лет, и на тот момент, когда она выходила, я действительно и чувствовала себя так, и действительно, как говорится, вела именно такие работы, на данном этапе я поменяла подход к работе полностью, и сейчас мои ритуалы уже совершенно другие, это развитие, то есть сказать, что это ненормально, это у нас звонок в студию, да, здравствуйте, здравствуйте, Ольга, здравствуйте, у меня вопрос по дочери, да, я слушаю вас, дочке 45 лет, у нее не складывается личная жизнь, постоянные слезы, депрессия, она все время не в настроении, хотела бы знать, что с ней не так, давайте посмотрим, а как имя дочери? Светлана, у вас тут, к сожалению, можно сказать, что вашей дочери была какая-то сделана работа на одиночество, и она пребывает в унынии, постоянно гнев, злость, слезы, то есть это последствия чьей-то работы, и желательно, очень желательно провести чистку, потому что не просто так это все началось, то есть необходимо провести обряд, обязательно, потому что сама ситуация, к сожалению, не решится, без помощи, она не сможет ее никак решить самостоятельно, вот, поэтому очень рекомендую вам обратиться после эфира прямого, и я вам расскажу, что можно сделать, как быстро это будет работать, и все остальное. Да, конечно, я согласна. Хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания. все работы, которые я проводила, вот люди, к сожалению, не любят отставлять отзывы, потому что никто не хочет признаваться, что решил свои дела с помощью магии. Есть такая особенность небольшая, то есть, в моей практике очень мало кто оставляет отзывы, хотя я приняла, наверное, около 5000 человек с момента битвы, вообще не знала раньше, кто бы мне сказал, что я буду использовать свой дар именно вот так, я бы не поверила, кто бы мне сказал, там, лет 6-7 назад, что я буду на битве, я бы сказала, что это неправда, но у меня не осталось выхода, кроме как пойти туда и показать то, что я могу, вот. Битва осталась в прошлом, мое развитие продолжилось на этом пути, и сейчас уже не нужно ждать результата работы, как раньше, там, месяцы, недели, сейчас результат может наступить на следующий день даже, то есть, это вполне реально, это не сказки и не какие-то мои придумки, это реальность того, что подтверждается моими клиентами, то, что результат у них появляется на следующий день. В принципе, у меня, если нету никаких изменений в 3-4 недели ближайшие, то эту работу я закрываю и полностью возвращаю всю оплату, потому что обязаны быть они уже в 3-4 недели, что касается наличия, опять же, еще негатива, такие моменты свидетельствуют о нем, вроде все у вас и неплохо, но, допустим, деньги утекают из пальцев, вы не можете их скопить, к примеру. Это может говорить о наличии крадника на финансах. Расскажу вам случай из своей жизни, буквально недавно это было. Я была на рынке, покупала ягоды и дала торговке вытащить, у меня были пакеты в руках, я протягивала руку с купюрами и она вытащила сама купюру у меня из руки, я взяла пакет и пошла и прям вот ощутила, как она сзади на меня повесила крючок, просто бросила на меня этот крючок, чтобы вытягивать мои деньги, то есть у вас деньги уходят, у нее деньги прибавляются, ну, поскольку я это почувствовала, естественно, сразу отрубила, а сколько тех, кто не чувствует и сколько таких случаев, многие, конечно, скептически относятся, но поверьте мне, все это работает, недаром звезды, недаром политики, недаром известные и богатые люди все пользуются почти поголовно услугами магов, и на них на всех стоит защита, на всех стоит, на очень многих стоит защита, крепкая защита, хорошая защита, она состоит из трех-четырех слоев, это минимум, то есть туда наслаивается определенное количество работ, и еще представляется сущность, если в случае чего она сообщает о том, что защита сломана, защита может выдержать какой-то серьезный удар, далее ее нужно будет еще раз переделывать, потому что она уже может, работа может, если целенаправленно кто-то постоянно бьет по одному человеку, то защиту, к сожалению, нужно обновлять постоянно, потому что такой вечной защиты, универсальной, к сожалению, не существует, проломить можно любую защиту, конечно, в моих методах ее не ломать, а аккуратненько открыть, зайти, сделать то, что я считаю нужным, и закрыть обратно, поставить, как было, вроде оно так и было, чтобы никто не догадался, но многие предпочитают сломать, просто разламывать, разбивать на куски, очень много кто на меня нападал, просто я знаю, что люди, которые на виду, те, которые были в битве, они являются нападками со стороны тех, кто практикует так же, но не на телевидении, поэтому я на собственной коже, как говорится, ощутила все прелести данного мероприятия, поскольку на меня такое количество раз нападали и продолжают это делать, я, я, я просто не знаю, последние три, у нас, да, у нас звонок в студию, здравствуйте, как вас зовут, что вас привело? Алло, здравствуйте, Ольга, меня зовут Валя, Валентина, вот знаете, что, у меня за последние годы очень много болеть, как-то, как-то, как наваливается все, вот одно за другим, кто, кто, кто болеет? Муж, муж, муж болеет, как мужа зовут? И сколько лет? Леонид, Леонид, ему 61 год, 61 год, сейчас посмотрим, почему он часто болеет, знаете, что я вам скажу, что здесь есть такое, некоторое, сейчас я это с каком-то описать, некоторое воздействие, да, это не могу назвать это порчей или там каким-то проклятием, но организм нуждается в поддержке, в каких-то поддерживающих процедурах, это нет, нету здесь прямого нападения, но сам он тоже плохо выкарабкивается из-за этих болезней, необходимо ему как-то помочь это сделать, то есть укрепить его здоровье и отсечь какие-то ненужные возможно связи, потому что есть всякие астральные пиявки, которые жрут энергию из человека, жизненные силы, они этим питаются, вот, скорее всего, что в вашем случае именно такая проблема, то есть кто-то прицепился и просто его сил не хватает жизненных, потому что оно расходуется на еще какое-то вредоносное существо. А чем вы можете помочь? Да, конечно, вы можете позвонить по номеру на экране, записаться на диагностику, записаться на консультацию дальнейшую, я вам разберу все и на обряды, на ритуалы, где мы отцепим, если это астральная привязка или какая-либо другая привязка, да, это делается чистка, и человек остается чистым. С новыми силами. Я обязательно позвоню, спасибо вам. Спасибо и вам. До свидания. До свидания. Очень много в нашем мире есть того, что людьми не видят, их не видно глазами, их невозможно пощупать, но они существуют. если бы я не была настолько близко и в этом всем, и не была, и не видела такое количество примеров, ко мне приходили сотни людей, которые говорили, да я в своей жизни ни в черта, ни в Бога никогда не верил, пока не случилось, и тут идет ситуация, которая случилась, из которой он пришел, когда больше уже человеку доказывать ничего не надо вообще. Они становятся определенно теми, кто верит, с кем случилась какая-то неприятность, определенно они очень сильно, он, конечно, этот мужчина страдал, он уже был там у магов, то из него вытянули только деньги, получается, помочь особо ничем не помогли, ко мне он боялся прийти, потому что видел меня в битве, и многих то, что я делаю в битве, пугает. На самом деле это очень зря, потому что в принципе такое атрибутикой пользуются все маги, порчу сбрасывают на мясо, это правда, это очень хороший способ, чтобы не убивать животное, например, да, и не скармливать собаки, или еще там кому-то, проще сбросить на кусок мяса, это рабочая вещь, и она совсем не страшная с точки зрения, когда стоит вопрос вашего здоровья или какая-то там не очень красивая работа, как мне кажется, все-таки лучше провести эту работу, чем думать о каких-то там страшно или не страшно. Раньше всю наше прошлое, скажем так, нашей прошлой цивилизации абсолютно нормальной было гадание на внутренностях животного, то есть то же вообще животное, ему распарывали живот, доставали внутренности, по ней смотрели, я не пробовала и не собираюсь конечно этого делать, и вообще стараюсь к таким вещам не иметь отношения, но это наша история, как говорится, оракулы смотрели будущее на внутренностях, такое есть гадание, поэтому то, что показывается в виде, еще несколько там много чего убрано, много моментов к сожалению убрано и показано уже никогда не будет, оставили скажу так самые такие очень жесткие и многие пугаются, не стоит пугаться, я не кусаюсь, у меня дома не лежат склады мяса и всего остального, потому что очень много я сталкивалась с таким моментом, что люди боятся, вот, тем более, что я уже эти техники не использую абсолютно, я использую совсем другие, это свечи, это маятник, это маятник магический инструмент, также, я еще выполняем поиск людей, вещей, и вот не так давно я искала свою кошку, которую украли, и благодаря маятнику мы ее нашли, конечно, прошло много времени, достаточно, и я наконец-то забрала ее домой, чему я очень рада, я очень ее люблю, и очень страдала, когда ее у меня украли, опять же, тоже с помощью магии, но моя жизнь это вся магия, то есть я уже не представляю отдельно магию, отдельно себя, так не получается, только все это вместе, вот, если вы не знаете, что делать, и у вас какая-то, какие-то ситуации, которые вы не можете разрешить самостоятельно, обращайтесь за помощью, консультации, я вас уверяю, даст вам ответы на все вопросы, количество вопросов в консультации не ограничено, вы можете задавать и про себя, и про своих родственников, и какие только вы можете, это все задается на консультации, и я вам отвечаю, сколько успеваю, сколько могу, столько отвечаю на ваши вопросы, можете записаться на консультацию по номеру, который вы видите на экране, плюс 38 068 039 39 61 Желаю всем телезрителям всех благ, здоровья, счастья, хороших дней, радости, удовольствия, любви. Наш эфир подходит к завершению, с вами были лабиринты судьбы, Любомир Богоявлинский и Ольга Волошина. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова